Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от Ажизни, это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Итак, многие писали мне купить Алисона, к примеру, но я не вижу вообще понимания, зачем покупать Алисона. Деньги у нас, конечно, это есть, у нас есть все равно Дехея, у нас есть Хендерсон, но я бы хотел в реалистичную на самом деле карьеру поиграть. Мяч, но уж точно не Алисон, который сейчас идет в хорошей такой форме, именно в Ливерпуле, к нему доверяют многие болельщики, и он берет и переходит в стан к соперникам. Это было бы странно, мне кажется. Также написали, что стоит мяч серии А, напишите об этом в комментариях, как вообще поменять мяч, потому что я играю в премьер-лиге, там в Лиге Европы вроде, но мячом из чемпионата Италии, вот это тоже странно. Итак, сейчас у нас Лига Европы, матч против Браги, и давайте посмотрим на наш план игры, у нас рейтинг команды, командного духа 90, вот такие дела, и у нас не так много, кстати, игроков осталось на скамейке. Должно быть, по сути, у меня всегда в команде, я привожу к идеалу, это 22 человека, то есть на каждую позицию по еще одному игроку, и замечательно. Так, Брага, ну, интересный, конечно, состав у них, но я Джеймсу все-таки дам шанс выйти. Вот, и давайте посмотрим на... здесь всего лишь 2 единицы, поэтому Мактомина я тоже выпущу на поле, мы посмотрим. Вот, Багба пусть как раз отдохнет, почему бы и нет. Так, а если так? Ну, и Ван Бисаки могу дать передохнуть. Остальные, я даже не знаю, бои можно было бы заменить. У нас один Макуайр остался, и все, у нас больше нет, поэтому лучше пусть Макуайр там на чемпионате сконцентрируется, если что. Вот, ну, вот таким вот составом мы выйдем против Спортинг Брага. Тоже интересная команда из чемпионата Португалии, я могу сейчас даже посмотреть в Лигу Европы, как у нас там, что дела обстоят после первого тура. Спортинг на второй строчке, они обыграли, ну, я уже забыл даже с кем мы играем, мы вроде с Аберденом, да, играли. Они обыграли Базель вот 1-0, так что, ну, интересная тоже команда, все команды нам прям интересные попались, поэтому, вот не знаю абсолютно где поменять можно мяч. Формы здесь, здесь у нас стадион, все ниже не опускается, только вот так. Розыгрыш мяча, ну, это понятно, общие параметры нельзя, это можно в другом вроде как изменить. Ну, а здесь что? Здесь ничего такого нет, параметры скорости игры, все. Так что напишите в комментариях, я буду признателен вам, если вы мне скажете, как можно поменять мяч. Итак, Манчестер Юнайтед Спортинг, второй тур Лиги Европы, поехали. Итак, Лига Европы, Манчестер Юнайтед против Браги, классный матч, классная вывеска. Наш, я не помню, ну, мы вроде как к Абердену на выезд приезжали, поэтому для нас это первый матч в домашних стенах в Лиге Европы, поэтому нужно набирать очередные 3 очка, тем более вот Брага обыграла Базель. Ничья 0-0 в матче против Браги в домашнем нашем матче, к сожалению, 0-0. Лучшим игроком стал Давид Дехея, его оценка 7-0, но надо было Хендерсон, наверное, все-таки выпускать. Итак, группа у нас теперь выглядит вот так, а Аберден обыграл все-таки Базель, значит, Базель нам попал самый легкий соперник в третьем и четвертом туре, два матча подряд против них мы будем играть. У них два минимальных поражения, поэтому здесь мы их тоже сможем нанести. Итак, нам приходит сообщение в переговорах, здесь работа скаутов. И укрепление слабых мест, Марко Ройса нам сейчас советует, или Карвахаля. Даже не знаю, ну, скорее всего, Карвахаля, добавлю в список. Вот, посмотрите, как Марко Ройс, у него что, геймфейсинг это, серьезно? Ну, типа, Бундеслиги, потому что нет такой, как полноценный. Ну, такой вообще не похож практически на себя у него. Все в нападении, посмотрите, за 31 год, все позиции он может. Вон, ЛПЗ, ППЗ, АПЗ, лево нападающий, право нападающий, форвард и оттянутый форвард. Мы теперь центрального полузащитника бы еще прокачать, было бы вообще шикарно. Классный игрок. Вот. Деньги у нас есть на самом деле, но кого-то покупать я вообще не вижу смысла. Дхея, Пагба, Марсиаль попали в сборную месяца. Решфорд плюс один, Лейерт, Станчев, Руссо и Доуэлл. Вот такие вот у нас ребята. Ну, и сейчас у нас против Улорхэмптона игра. Мы идем на шестой строчке, вот против Дерби Каунти в Кубке Англии. Я выпущу Хендерсона тогда, так и быть, дебютировать. Ну, а теперь все-таки матч сейчас в английской премьер-лиге. Иван Дебек как-то себя, ну, не очень показал, я не знаю. Поэтому пока посмотрим так. Могу и так Джеймса выпустить, потому что он не доиграл матч с Бракой. Вот пусть отдыхает. Пагба, 92-й, сделает нам сейчас. Ну, и Ван Бисака. Тогда вместо бои и уставшего можно, ну, и только из-за этого можно. Я выпускаю Магуайра, 94-й командный дух, надеюсь, нам это поможет. Улорхэмптон МЮ, формы нормальные, поехали. Итак, разоминались наши игроки, сейчас они уже в центре поля. Это как вот этот мемчик. Это я отдыхал, но сейчас я уже дома, но не суть. Улорхэмптон принимает сегодня Манчестер Юнайтед. Интересная игра. Я про все матчи, мне кажется, во всех карьерах говорю, интересная игра. Но если это факт, любая игра может стать интересной. Ну, если это, конечно, там не Хинкер Ротор, к примеру. Ой-ой-ой. Это кто это? Рауль Химелес или мне показалось? Нет, это... Так же, Диас, это вообще вроде центральный защитник. Ну, вот так вот пропускаем. Что вообще завидеть? Практически самый португальский состав в Европе у них. Если не считать там португальскую лигу и все, забивает у нас Джеймс. Замечательно сравнивает. Если он сейчас побежит, он джипнет, да, мяч? Он не будет подбирать. Вот. А у нас есть, если мне не изменяет память, два португальца в составе. Бруно Фернандеш и Диого Далот. Причем один сегодня на поле, вот он, с капитанской повязкой. Ну, а мы, слава богу, сравнялись. И теперь надо забивать, стараться еще. Я уйду тогда на нейтральную, чтобы игроки не уставали сильно. Спокойно. Ой. Ну что, серьезно? Вот как так-то? Как ты такой вообще Джеймс? Два удара у него и два гола. Бруно. Спокойно. И, и отлично, два-два, дубль Джеймса. Ну все, забеги, возьми мяч, пожалуй. Как же они бесят, когда мяч не берут. Для них ничья это все. Как будто дело сделано. Так, а мне вообще некого получается выпускать-то сейчас. Давайте Уильямса выпущу хоть что-то. Ну и все, заканчивается матч. У нас ничья, два-два. Джилл Диас и Джеймс забили по дубле. Сейчас еще интересно, кто из них станет игроком матча. Джеймс это стал, потому что на выезде, наверное, забил эти два мяча. Итак, мы опустились на седьмую строчку. Замечательно. Итак, я надеюсь, там наши игроки отдохнули после. Там какая-то пауза прям хорошая была. Ну, надеюсь, сейчас мы выйдем в хорошем. Тонусик Гризмана нам советуют. Почему бы и нет? Мне нравится лично этот игрок. Может быть бы и подписали. Так, план игры. Беру я теперь Хендерсона с собой на матч против Дерби. Тем более Вейн Руни еще против нас. И полностью, наверное, сейчас буду я ротировать состав. Ну, с защитниками вообще полностью все и так понятно. Так, здесь что? Я бы попробовал Лингарда вместо Ван Дебека. Почему бы и нет? Взял бы Фредда вместо Пагбы. Ну, Бруно я вообще не могу убрать, потому что, значит, это все будет смотреть. Семьдесят три сразу. Давайте попробуем. Думаю, ничего не будет от этого плохо нам. И Галло сегодня в старте. Что еще? Ну, и давайте я верну Джеймса на эту позицию. А сюда пусть все-таки Решерда я поставлю. Потому что, ну, Джеймс очень хорошо отыграл. Я могу, в принципе, Гринвуда давать на центральном нападающем. Даже попробую, почему бы и нет. Он вышел в прошлом матче против Уверхэмптона на центральном нападающем. Посмотрим. Итак, МЮ Дерби. Фред Капитан у нас. У них Руни. Поехали. Итак, интересный матч снова. Руни против Манчестера Юнайтеда. Я выпустил арокирующий немного прям состав. Посмотрим. Тем более, сегодня Гринвуд в старте на позиции центрального нападающего. Я его не выпускал вроде как ни разу в старте на эту позицию. Поэтому с первых минут мы посмотрим, как они будут играть. Опять, ничего не получается. Отлично, Фред. И. И это 1-0. Вот Гринвуд забивает свой первый гол на новой для себя позиции. Супер. Опасно. 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 Хендерсон. 2-1. Минимальная победа. Дома тем более. Обидно. Вот это вот мы пропустили. Хендерсон должен был, мне кажется, писать вот здесь. Мяч нормальный теперь появился, кстати. Я не знаю, почему там так было в прошлых выпусках, что против Фулхом у нас был мяч серия Гринвуд. 7-5 у него оценка. Итак, дальше мы пересечемся с Брайтоном. Тоже интересная команда. Ну и все. Дальше у нас Базель. Там я видел Челси у нас в следующем выпуске. Так что вообще насыщенные матчи. Ребята, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. Вот так скажем и все. Чтобы Уильямса не обижать. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые на нас выходят по выходным. С вами был Андрей и канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok